Сегодня, ребятки, 17 ноября 2022 года. Я с хризантемами, с белыми, красивыми хризантемами сегодня снова явился на Троекуровское кладбище. Потому что именно 17 ноября 2018 года остановилось сердце одного из талантливых музыкантов. Он не был ни народным, ни заслуженным артистом, я имею в виду по званиям официально, по регалиям всем, но его помнят, любят Женя Осин. Ровно 4 года назад у него остановилось сердце. И сегодня в дань памяти мы посетим его могилу и возложим скромный букет хризантем в память о нем. Ну, причина смерти, остановка сердца. Если помните Женю Осину, у него была сильная алкогольная зависимость, периодически уходил в запои. В 2017 году всей страной его спасали, когда отправили в реабилитационный центр в Таиланд лечиться, где, помните, там Дана Борисова лечилась, главная трезвенница Российской Федерации. Не важен, кусок я вырежу, зачем он мне. Вот Крис Кельми там лечился. Помните, Андрей Малахов, это себя бадья там, в общем-то. Вот лечили Женю Осин в 2017 году, но, к сожалению, не помогло. Все равно потом запои были. Несколько дней Женя Осин не выходил на связь. В 2018 году, в ноябре, его сестра Альбина, когда приехала и открыла его квартиру, то его обнаружили мертвым. У него осталась дочка Агния, дочка ей уже, по-моему, 20 лет. Родилась она в 2002 году. Его жена официальная была Наталья. Потом из-за его алкогольных пристрастий, к сожалению, семья распалась. Наталья ушла от Жени вместе с дочкой. Женя очень переживал всю эту ситуацию. Даже был период, когда он пытался всеми силами, всеми способами хоть как-то контактировать со своей дочкой. И даже устроился художественным руководителем музыкального коллектива в одной из школ, где училась его дочка. У него была возможность общаться с единственной любимой дочкой Агнией. Потом Наталья все-таки перевела дочку в другую школу. И, к сожалению, у Жени полностью контакты все оборвались с любимой доченькой. Ну и плюс, конечно же, алкоголь. Алкоголь – страшная штука. Ну все, что рассказать. Женя Осин покойся на Тройкуровском кладбище. Юра Шатунов участвовал в организации похорон, что этот участок выкупил Юра Шатунов для Жени Осина. Когда я у поклонников Юры Шатунова несколько раз спрашиваю, говорю, какое отношение Юра Шатунов имеет вообще к Жене Осину. Они вообще как бы нигде не пересекались, абсолютно два разных артиста. Вообще, что их связывает, никто мне не смог дать внят... Вообще, никто не смог дать ответ на этот вопрос. По моей информации, в организации и в приобретении данного участка, на котором покоится Женя Осин, участвовал именно Андрей Разин. Не знаю, насколько этот человек плохой, но по моей информации официальной он помог. Он помог в приобретении участка для того, чтобы Женя Осин здесь был захоронен. И чтобы мы могли приезжать сюда и возлагать цветы на его могилу в память о этом хорошем, талантливом музыканте. Вот сейчас мы возложим цветочки на его могилу, ребяточки. Я от вас по традиции жду лайки, дизлайки, оставляйте комментарии, подписочку оформляйте. Мне будет очень приятно. Благодарен вам за то, что смотрите эти ролики. Спасибо за это огромное. Поехали на могилу Жени Осина. 17 ноября 2022 года. Троекуровское кладбище. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok